МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции. Текст поздравления опубликован на сайте Аккорды. В нём, в частности, говорится, что основной закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в определении общенационального вектора исторического развития. Заложив надёжный фундамент нашей государственности, Конституция внесла свой весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и консолидации казахстанского общества. Принципы верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод, социальные гарантии и высшие общечеловеческие ценности, провозглашённые нашей Конституцией, близки и понятны каждому гражданину. На современном этапе отметил президент, конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизации онных процессов, обеспечивающая уверенное будущее для всего народа Казахстана. Глава государства пожелал всем мира, созидательных начинаний и благополучия. Глава государства У нас во всех библиотеках централизованную библиотечную систему прошли мероприятия различные по своему формату и стилю. Здесь были у нас и презентации книжной выставки, были различные вечера, игры, викторины. Вообще цель этих мероприятий – это разъяснить нашим читателям, подрастающим поколению, с основными положениями, разделами нашего основного главного закона страны. День Конституции – один из самых главных праздников в нашей стране. Мы все граждане Казахстана и поэтому должны знать все свои права и обязанности. Я хочу вас поздравить с Днем Конституции и сказать спасибо нашей библиотеке за такой интересный и веселый праздник. Карагандинцы празднуют новоселье. По программе Нур-Лежер сдан в эксплуатацию пятиэтажный дом на 60 квартир. Арендное жилье получили дети-сироты, многодетные семьи, бюджетники, а также военные и госслужащие. До конца года по программе жилищного строительства в Караганде сдадут под ключ еще 325 квартир. Я очень рада, что мы будем жить в новом доме и в городе. До этого мы снимали квартиру в рабочем поселке. Я воспитываю ребенка, мой супруг работает в городском парке трактористом. Он и стоял в очереди на получение жилья. Алматинские вузы в этом году готовы предоставить студентам 30 тысяч мест в общежитиях. Однако этого количества по-прежнему недостаточно. Полностью обустроить обучающиеся молодежь из регионов городские власти обещают в ближайшие три года. Абитуренке из Атрауа Семай-Шабхатовой вместе с Грантом досталось и место в общежитии казной имени Аль-Фараби. Все, что потребовалось от личницы – написать заявление в приемную комиссию. Снимать угол в Алматы – это большая нагрузка для моей семьи. Но, к счастью, я получила ордер на комнату в общежитии. И теперь мне не придется беспокоиться о крыше над головой. Сегодня в 38 алматинских вузах обучаются 140 тысяч студентов, половина из них приезжие. Между тем, 93 имеющихся общежития могут предоставить лишь 30 тысяч мест. Дефицит жилья для студентов по-прежнему ощутим. Но вопрос решается. В Алматы сейчас строится 7 общежитий, 4 из которых будут введены до конца этого года. В основном трудности испытывают крупные университеты с контингентом свыше 5000 студентов. В то же время каждый год число студентов, приезжающих из регионов, заметно растет. В ближайшие три года в Алматы будет построено 37 общежитий на 22 тысячи мест. Местные власти уже выделили участки и подводят к ним инженерные коммуникации. Оскар Сергалеев, Валентин Лобанов и Ирлан Абжанов. Хабар-24. Алматы. К событиям в мире. Казахстанский студент Диас Кадырбаев, осужденный на 6 лет по делу о теракте в Бостоне, освобожден из федеральной тюрьмы в США. По данным иммиграционной и таможенной службы, Кадырбаева депортируют на родину. Напомню, в апреле 2013 года во время проведения бостонского марафона был совершен теракт. Тогда погибли три человека, свыше 260 пострадали. Виновными в организации нападения признаны братья Тамерлана и Джохар Царнаевы. Первые погиб от ранений, полученных в перестрелке из полиции. Второму из братьев в 2015 году был вынесен смертный приговор. Между тем, по делу Царнаевых проходили двое студентов из Казахстана. Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев. Они признали себя виновными в воспрепятствовании и расследовании. Кадырбаева приговорили в США к шести годам тюремного заключения, а Тажаякова к трем с половиной. Правление Верховного комиссара ООН призывает принять меры в связи с нарушением прав человека в Никарагу, где в апреле начались антиправительственные протесты. В заявлении отмечается, что за период с 18 апреля по 18 августа этого года на территории этой латиноамериканской страны было зафиксировано несоразмерное применение силы полицейскими, иногда приводившее к внесудебным казням, насильственным исчезновениям, широкомасштабным произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению. Во-первых, призываю правительство немедленно прекратить запугивание и преследование людей, связанных с протестами. Я также призываю к распуску и немедленному разоружению проправительственных групп и к прекращению практик незаконных задержаний. Все участники протестов должны быть освобождены. Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при организации американских государств сообщила, что число погибших в ходе протестов в Никарагу с 18 апреля достигло 317 человек. Из них больше 20 — это сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков составило 23 человека. Антиправительственные протесты в Никарагу начались в апреле после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Артега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Артега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Меркель отправилась с трехдневным визитом страны Африки. В ходе своего турне немецкий лидер посетит Сенегал, Гану и Нигирию. Основной темой ее встреч с лидерами этих стран станет борьба с нелегальной миграцией. Для этого, по мнению Меркель, африканским государствам необходимо стабильное экономическое развитие. Канцлер пригласила поехать с ней в турне крупных немецких инвесторов. Большое внимание Меркель собирается уделить продвижению инициативы G20 соглашение с Африкой, направленной на улучшение условий для частных инвестиций, включая инфраструктурный сектор. С тех пор, как Сенегал объявил о своей независимости, наши страны работают вместе. И теперь мы должны научиться разумно сочетать нашу совместную работу с частными инвестициями, чтобы Сенегал мог сделать поэтапный переход к самостоятельному развитию. Мы знаем, что ваша страна молодая, и каждый год здесь на рынок труда выходят 300 тысяч молодых людей. В наших общих интересах, чтобы они не покидали страну, чтобы у них была возможность работать и развиваться у себя на родине. Курс аргентинского песо упал почти на 6%. До рекордного минимума в 33,5 песо за доллар. Из-за этого Центробанк страны продолжил распродавать валютные запасы, а президент попросил Международный валютный фонд ускорить перечисление средств по кредитной линии в 50 миллиардов долларов. Аргентина пытается выйти из порочного круга экономических кризисов, которые происходят в стране приблизительно раз в 10 лет. Последний был в 2002-м, толкнув миллионы представителей среднего класса к бедности. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция и слабая экономика не позволят стране выполнить ее долговые обязательства. Отмечу, в июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии в размере 50 миллиардов долларов сроком на три года. С тех пор страна объявила о сокращении в бюджете объемом больше 2 миллиардов в американской валюте. И этот процесс намерены продолжать. Между тем, профсоюзы Аргентины на сентябрь запланировали общенациональные забастовки против такой экономии в стране. Распространено мнение, что кризис 2002 года вызвали именно кредит МВФ и политика затягивания поясов. Американский журнал The Washington Examiner уличил Пентагон в сокрытии дефектов новейшего истрепителя F-35. По данным издания, 19 самых критичных недочетов было решено перевести в разряд пониженной опасности без всякого плана для их исправления. В частности, это касается системы катапультирования пилота, а также проблем с установкой координат для бомбометания, что может привести к удару по своим. По мнению редакторов журнала, Минобороны США не хочет откладывать начало серийного производства боевой машины. На данный момент у истребителя выявлено 111 критических недостатков первой категории и еще 855 по второй. Отмечу F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Стоимость одной машины составляет около 100 миллионов долларов. А тем временем в Организации Объединенных Наций приветствуют итоги Каспийского саммита. Подписанную в Казахстане Конвенцию о правовом статусе Каспия здесь называют историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству и многосторонним отношениям. Постоянное представительство Казахстана при ООН продолжает принимать поздравления с успешными итогами встреч глав прикаспийских государств. Прошедший Каспийский саммит получил очень хорошую реакцию здесь, в Организации Объединенных Наций. Очень многие страны поздравили все страны, которые стали подписантами этой конвенции. Слова главы государства, что эта конституция Каспийского моря быстро разошлась во многих средствах массовой информации. И действительно это стало большим событием. Генеральный секретарь ООН, Антонио Гутерреш, сделал специальное заявление по этому поводу, где отметил, что подписание конвенции является историческим фактом. Новый пункт полиции открыли сегодня в столичном микрорайоне Жигалау. Порядок и безопасность жителям здесь будут обеспечивать пять участковых. По словам стражей порядка, открытие дополнительного опорного пункта положительно отразится на криминогенной обстановке в районе. Теперь в Жигалау, как ожидают специалисты уличных преступлений и конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений, станет меньше. Всего же в микрорайоне сейчас проживают около 30 тысяч человек. В любое время непосредственно могут выйти на связь любой гражданин. Непосредственно каждый участковый сотрудник закреплен за микроучастками непосредственно на данном микрорайоне и непосредственно отвечает. Помимо этого у них посредством ватсап граждане отправляют свои непосредственно замечания или правонарушения, которые происходят, где участковый инспектор непосредственно сразу реагирует. Туркестанских школьников, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, теперь будут доставлять в учебные заведения. Конституция Ким области Жанси Туймибаев в торжественной обстановке вручила директорам школ ключи от трех новых автобусов. Услуги по перевозке будут оказывать 120 ученикам школы имени Султанбека Кожанова в селе Ушкаик, а также учащимся в Бабай-Кургане и Туркестанской станции юных туристов. На покупку транспортных средств из местного бюджета выделили 34 миллиона тенья. Мы занимаемся развитием туризма среди молодежи Туркестана. Дети выезжают на экскурсии, экспедиции. Раньше мы нанимали транспорт на бюджетные средства или за счет спонсоров. А с этого года будем возить школьников на своем автобусе. Первую в регионе смарт-школу открывают в Актау. Умные цифровые технологии встречают школьников прямо у дверей. Впускают в учебное заведение только по специальным чипам. С помощью сенсорных терминалов можно узнать всю информацию о школе, ее учителях и учениках, а также скопировать расписание и даже получить сведения о тех, кто отсутствует на уроках. С нового учебного года все 2000 учащихся этой школы будут изучать робототехнику и основы программирования, а также создавать необходимые для обучения предметы в STEM-лаборатории. Кроме этого, при смарт-школе действует юная теплица, в которой все процессы тоже автоматизированы. К 2020 году во всех школах страны планируют введение таких предметов, как робототехника, программирование, 3D-дизайн. А наши ученики уже с этого учебного года приступят к их изучению. Наша цель – воспитать молодых ученых. В Приорале нет проблем с доставкой учебников в школы. Как сообщили в областном управлении образования, вопрос обеспечения книгами обновленного содержания на ежедневном контроле. Учебные пособия на договорной основе поставляли 11 предприятий и издательств. На их покупку было выдалено полтора миллиарда тенге. Из них один миллиард сто миллионов потрачены на приобретение книг. Доставки в школы области начались 15 августа. На сегодняшний день у нас доставка, можно сказать, 100%. Самый дальний район у нас, Аральский район, вот сегодня они до конца рабочего дня получат. В целом у нас ожидается в этом году, в новом учебном году, 154 тысяч с лишним детей из-за порты сядут, и они все будут обеспечены учебниками. 82% казахстанских семей не могут получить доступную психологическую помощь. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщили представители общественного фонда женского лидерства. Решать проблему они намерены комплексно. Три года назад запустили пилотную программу, которую создавали совместно с международными экспертами. Ее цель – подготовка квалифицированных педагогов-психологов, а также социальных работников. По программе обучились больше 300 человек по всему Казахстану, и теперь они могут предоставлять бесплатные семейные консультации в стенах школ. Это станет хорошей профилактикой суицида и правонарушений среди учеников, уверены психологи. Мы зашли с этим предложением в систему Орлеу, и сейчас, ну это такая республиканская система повышения квалификации. Сейчас идут процессы внедрения в эту систему, этого спецкурса. Сейчас нас включили МОН в приказ по утверждению программ, и в октябре мы получим лейбл «Утверждено МОН» на свою программу переобучения. Казахстанских врачей начали учить современным способом лечения деформации позвоночника. В столице стартовал трехдневный мастер-класс для врачей. Для этого в нашу страну приехали лучшие медицинские специалисты в области спинальной хирургии из Малайзии, Японии, Сингапура, Индии и других стран. После курса лекции отечественные специалисты смогут опробовать новые знания и навыки на муляжах костей и увидеть показательные операции. Сегодня от нарушения осанки страдает до 40% детского населения планеты. Проблема сопряжена с риском развития сколиоза. Около 2% детей имеют тяжелые формы этой болезни и нуждаются в интенсивном лечении. По статистике ежегодно мы отмечаем небольшой рост учащения заболеваемости данной патологией. В первую очередь мы будем затрагивать вопросы врожденных и приобретенных деформаций позвоночника, опухолевых процессов спинного мозга и позвоночника, дегенеративным процессам позвоночника, а также травмам позвоночного столба. Мы хотим не просто обсудить локальные проблемы. Цель нашего приезда – с помощью лекций и обмена опытом повысить стандарт ортопедической хирургии в вашей стране, чтобы молодые хирурги получили больше опыта и знали, какие осложнения могут возникнуть после операции. В Вооруженных силах Казахстана разработана специальная программа быстрого изучения государственного языка. Она предназначена для представителей разных национальностей. В канун Дня языков народа Казахстана, который по традиции отмечают в стране в третье воскресенье сентября, Управление по делам обороны Алатаусского района Алматы организовало конкурс, где представители различных этносов показали уровень знаний государственного языка. Отметим, согласно статистике, сегодня в республике казахским владеет около 80% населения. Хотелось бы показать то, что именно другие национальности, которые работают в управлении, свободно владеют государственным языком. И то же самое мы уважаем культуру, традиции других национальностей. Сводный поисковый отряд «Прииртыщи» вернулся из Новгородской области, где энтузиасты совместно с коллегами из бывших стран СНГ занимались поисками останков советских солдат и офицеров. В 1942 году в этих местах проходили жесточайшие сражения. Именно здесь, при попытке прорыва к селу Спасская полесь, понесли большие потери соединения 59-й и 2-й ударной армии. На месте огромных воронок казахстанские поисковики обнаружили и подняли останки семерых красноармейцев. По данным командира отряда «Прииртыщи» Куата Маканова, это было санитарное захоронение, а значит, рядом мог находиться полевой госпиталь. О том, что это были именно советские воины, определили по пуговиц самым личным вещам. К сожалению, ни при одном из бойцов не оказалось медальонов. Всего за время этой вахты памяти волонтеры подняли останки 190 советских солдат и офицеров. Из них удалось установить личность только 11 человек. Время вообще летит просто-напросто. Уже правнуки, праправнуки этих людей, величайших воинов за всю историю человечества, которые смогли спасти мир от самого страшного зла, от нацизма, и мы их до сих пор не захоронили. И вот это аж... Мы обязаны это сделать, просто обязаны. Физически устали, а духовно нет. Позитивное настроение. Задачу, которую перед нами было, выполнили, я считаю, что она отличная. Погода была первую неделю неблагоприятная. Дожди постоянно шли. Но, несмотря на это, ежедневно продолжались работы, разведка и подъем. Совместно с другими отрядами. И на этом все. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова